Настоящий коллапс ждет владельцев праворульных иномарок при прохождении техосмотра. Эксперты предупредили, диагностические карты из-за проблем с нестандартными фарами больше получить не получится. Раньше многие проходили техосмотр удаленно, но с запуском реформы и обязательным внесением данных эта возможность отпала. Разбираемся, что делать. Праворульные автомобили ослепляют встречку. Все дело в головной оптике, у праворульных автомобилей она отличается и может быть опасна для других водителей и пешеходов. У праворульных иномарок, которые приезжают в Россию главным образом из Японии, оптика работает зеркально, она освещает обочину при левостороннем движении и без перенастройки ослепляет водителей на встречной полосе. Привести работу фар в соответствии европейским нормам стоит 40-50 тысяч рублей, только так можно официально зарегистрировать изменения в конструкцию в специализированной лаборатории, и получить необходимые документы в ГИБДД, после чего пройти техосмотр и получить диагностическую карту. К таким тратам, как сообщили опрошенные участники рынка, практически никто не готов. Можно купить подходящую европейскую фару, установить ее в машину, и тогда проблем с техосмотром не будет. Но делают это единицы автомобилистов, а на Дальний Восток ежедневно ввозят по 200-300 японских иномарок в день. По словам экспертов, более ответственные водители праворульных автомобилей используют специальные наклейки на фарах, очекая ослепляющий встречку поток света. Некоторые используют обычную изоленту. И получается, что одна проблема решается. Но ведь фара должна еще и светить на обочину, там может быть пешеход, стоять женщина с коляской. Без света можно просто не увидеть, что на обочине потенциальная опасность.